а вопрос решать все равно придется не сносить же дом я дам спичку в дверь засуну это самое что посмотрите выходит на из дома или нет спичка два дня как на месте я разберемся придется вскрывать ну чё померла бабка да готова и чё теперь ну чё-чё а пирог надо вызывать просыпаемся коллеги здравия желаю товарищ полковник здравствуйте здравствуйте как вам наша пятница анна михауна бойко начинать да поначалу все бойки товарищ полковник ну не вредничай михауна девочка хорошая у меня глаз наметы вот шлиц другое дело всегда уступит дорогу молодым да максим да я вообще и сам ничего или у меня пора утиль не погодим еще тут как раз для вас дело есть старушка померла и как-то там все не ясно сама не сама надо проверить действуйте думаю быстро разрулить кстати 6 ты мне отчет по прошлому делу не сдал сегодня сдал товарищ полковник вот сегодня сдай что стоим иван забирай практикантку и вперед ну и короче там что-то типа ранчо там лошадки сидела вместо вообще отпад ты на лошаде каталась когда-нибудь нет в действии на пони и над нищетово там у них стоящие скакуны в общем оказалось что девушка моя ни разу вблизи лошадь не видела нам выдали лошадь сказали знаете самое спокойное самое спокойное а ее как понесет я вскочил грибли что там да вот порожу какой-то не похожи таблетку раздавили приветствую коллеги привет ты один что ли а где швец ну уж таким-то заданием я как-нибудь и сам могу справиться у нас тут давыдова илона геннадьевна 70 лет смерть дану наступила не менее двух суток думаю суицид уверен записка на столе лежала думаю закинула горсть таблеток может быть и алкоголем потом отполировала результате остановка сердца просить а тут синяки это это возрастное у стариков не часто то есть версию насильственной смерти вы не рассматриваете какие нынче практикантки умные пошли скажем так я ее не отрицаю но и явных признаков не вижу вскрытие все уточнить коньячок дорогой пенсионерка перед смертью бахнул на все сбережения что ли а закуску даже не разобрала а это а по запаху чай слабенький странная картина получается на заварку не хватало она дорогой коньяк закуска денег хватило ну может угостил кто первого она явно не одна на бутылке полно отпечатков но тут не угадаешь или продавцы или кассиры а вот на банке отпечатки двух человек предположительно давыдовой и чьи-то еще она одна жила одна ни с кем почти не общалась а родственники сын и дочь у нее но я никогда их не видел простите вот это это что это я случайно таблетку раздавил не доглядел скажите вы убирали отпечатки пальцев с блистров от таблеток не все сразу коллеги вы там главное не поделитесь в проходе или это у вас брачные игры такие для них не сезон это же глупости какие-то короче по давыдовой смерть наступила в результате передозировки лекарствами какими именно сердечные гликозиды тебе это о чем-то говорит полный пенсионный набор то есть все таки самоубийство я этого не сказала синяки на запястьях видел так это ломки сосуды все такое плюс записка предсмертная сосуда у нее так себе конечно не девочка уже но гематомы сильно смахивает на захват боюсь что бабуль помогли ну и на блистере от таблеток тоже были обнаружены чьи-то отпечатки идентифицировали таких базе нет пальчики были еще на чеке из магазина но нечеткие все продукты были куплены в день предположительной смерти давыдовой в общем ясно что к старушке в этот день кто-то приходил ну кто нужно искать свидетелей соседей там нет никого всех выселили а таблетки которые были раздавлены в коридоре их проверили дали себе эти таблетки проверили это фолиевая кислота это же для беременных пятница похвальное познание только к сожалению очень однобокие фолиевую кислоту могут прописать кому угодно при анемии туберкулезе кишечника только что нам это дает вань а помнишь у давыдовой была медкарта там рецепт анализы она где здесь да пожалуйста спасибо анна михайловна тут целый ворох диагнозов но не анемии не туберкулеза кишечника нет беременности в этом ворохе нет я к тому что эти таблетки могли принадлежать тому кто приходил к давыдовой в день ее смерти пятница в нашем городе живет 12 миллионов человек каждый десятый может принимать фолиевую кислоту как нам понять кто именно рассыпал таблетки в квартире давыдовой еще соображение есть банка там на столе стояла банка какая-то странная что внутри слабый чайный раствор ну как и предполагалось могла же бабушка пить чай из банки пятница что нам это дает бабушка могла цветы поливать слабым чайным раствором ваши доводы снова неубедительны но очень ясно одно суицид давыдовой под большим вопросом с чеками с продуктами с таблетками с коньяком с синяками на запястье записками с этим нужно разбираться кстати насчет записки нужно вызвать графолога что с родственниками давыдовой дочь работает в банке сын аниматор это все что пока мы знаем надо с ним пообщаться понял милая львовна займитесь банкой вдруг это ключ к разгадке милая львовна чё сидим банка подождет пойдем с родственниками знакомиться мне жаль что вашу маму а вот это не надо горе мне убит продать не буду у вас у вас был конфликт с мамой конфликт она 35 лет меня шантажировала использовала манипулировала держала при себе пока не сбежала от этой твари а напоследок еще прокляла меня говорит ты он как отец такая же сволочь так что слез лить не буду скажите а когда вы последний раз видели и лон геннадьевна да я не помню а нафига мне это это вон ирка сестра моя к ней стала захаживать вначале не ездила потом стала ездить к мать а недавно позвонила мне и говорит приезжай мол поговорим по родственному не приехали я вкалывал до ночи до ночи простите а вы еще чем-то занимаетесь кроме да да пьяных идиотов на корпоративе я развлекаю да это моя работа и я горжусь и нет я согласен не место красить человека скажите а почему ваша сестра стала чаще ездить к маме не знаете а я не знаю квартиру наверно прикарманить матерь мне хочет а мне-то вон по боку сама-то в трешке живет да ну наверное четырешку хочет поменять все никак никак не наживаются по карте покупателя проверить не получится за продукты платили наличными но камера то есть может по ним посмотреть этот день это долго записи не храним памяти не хватает и что никак нельзя это выяснить о можно оксана спросить ее смена была в роде оксан подойди на минутку у нас не часто так отовариваются здесь один коньяк как вся моя зарплата поэтому я запомнила это была женщина описать сможете обычная такая средних лет хотя нет с претензией модная я помню ее машину джип ярко-красный она что на машине прямо кассе подъехала нет просто она припарковалась прямо возле витрины спасибо оксана ну и какие у вас вопросы когда вы в последний раз видели свою мать неделю назад скоро ей вызывала у нее был нервный срыв только от этих врачей никакого толку хотели в психушку ее забрать но я отказалась ваш брат сказал что в последнее время стали чаще навещать илону геннадьевну вообще-то она моя мать пожилой человек у меня совесть есть в отличие от сашки а правду говорят что вы хотели квартиру поменять вот вы о чем то есть вы считаете что я могла поспособствовать своей матери уйти на тот свет или мой братик так думает лучше бы рассказал о своих долгах о том как он недавно приходил к матери требовал у нее денег видите ли ему на свадьбу не хватает недавно вы уверены но она так сказала требовал угрожал друзья у вашей матери были кто-нибудь наезжал ее с ее характером а фолиевую кислоту ваша мама принимала это разве не для беременных у самого супермаркета камеры не работали зато есть записи камер рядом они выходят на парковку за магазином тут никакой машины ирины не видно может это оксана что-то напутала включи запись еще раз а если совсем сначала прям с утра зачем не знаю никакой ирины в тот день в магазине не было оксана нам просто наврала ну она конкретно в принципе ничего не сказала только намекнула на машину и про ирину сказал только в общих чертах по такое описание может любая женщина подойти но имела то ввиду она именно ирину как у вас все сложно у женщин в общем я понимаю так еще раз встречаемся с оксаной разговор строим совсем иначе и что я же не обязана всем про свою личную жизнь сообщать значит это как посмотреть если твоя личная жизнь имеет отношение к преступлению чего зачем ирину подставила потому что она зажралась у нее муж богат у нее у нее бабки квартира а сашка он же нищий считай она хотела у него еще и материну квартиру оттяпать оксана вы не думали что ваш нищий сашка решил восстановить справедливость и отравить свою мать а вы чего да он же сашка он же святой вообще он тащил на себе мамашу столько лет а вы вы сами знакомы с лоне геннадиевны спасибо нет я не знакома и желания у меня нет никакого потому что мне сашкиных рассказов хватило вот так оксана где был александр в тот день когда умерла даудова он приехал ко мне на работу и уехал в парк он скалывал там до восьми а потом до полуночи развлекал людей в ресторане а и значит так и сказал мол не зря взял тебя к себе в отдел да но я дословно не помню но да как то так ишь ты ишь ты ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да. У какого дома? Моего? Да. Выхожу. Я надеюсь, это кавалер? Не смеши. Почему? Между прочим, девушки в твоем возрасте... Да, уже пора влюбляться и терять голову, я знаю. Терять голову, да. Именно. Не мой случай. Я побежала. Пока. Не нужно так удивляться, я просто решил ускорить процесс. Сейчас прокатимся с тобой по одному адресу, тут недалеко. Интригуете? Стараюсь. Ваня проверил детей Давыдова, и у обоих есть алиби на день смерти матери. Александр действительно был на работе, Ирина в командировке. Ну кто-то же к ней приходил. Вот. В верном направлении мыслишь. Пожилая женщина, больная, живет одна, никому не нужная. И? Не улавливаешь? Вы думаете, что кто-то решил тереться к ней в доверие? А подружиться с бабушкой в надежде, что она оставит ему квартиру, а детей по боку? Ваша Давыдова за последние полгода уже несколько раз переписывала завещание. То она на сына оставляет квартиру, то на дочь, и при этом жаловалась на обоих. А последнее завещание на кого из них было составлено? Не на кого. На третье лицо. Можно ли узнать, что это за лицо? Так. Владимир Сергеевич Марков. 1984 года рождения. Все? Паспорт, прописка? Только имя и год рождения. Ну разве так можно? Для завещания этого достаточно. Причем она знала, что наследник придет за документами после ее смерти. Значит она сообщила ему об этом? Ну по крайней мере экземпляр для него она взяла. Этот Марков не объявлялся? Нет. Понятно. Скажите, а вот это, это писала сама Илона Геннадьевна? Да. Тут почерк аккуратный, школьный. А в предсмертной записке как курица лапой. Молодец. Будет нашему графологу с чем сравнить. Можно я это сфотографирую? Сказать точно, что эти образцы написаны одним человеком невозможно. Как невозможно утверждать и обратное? Почему так? Мало материала. Ну, это же очевидно, что почерки отличаются. Ну вот, даже буквы «Я» по-разному написаны. Понимаете, важно учитывать в каких условиях писала погибшая. Здесь ясно, что человек был в спокойном состоянии, писал в здравом уме и твердой памяти под контролем нотариуса. А это написано в состоянии стресса. К тому же, по заключению ваших субмедэкспертов, женщина была в состоянии алкогольного опьянения плюс лекарственные препараты. Что, хотите сказать, что у человека в разных состояниях так меняется почерк? Не просто говорю, а утверждаю. Единственное, что объединяет эти два образца, оба написаны левшой, скорее всего, переученным. То есть, писали правой, но от природы человек левша. Ого, а как вы это поняли? Есть характерные признаки. Нижние соединения букв, изогнатость линий, более сильный наклон в нижнем регистре и буква Я, о которой вы сказали. Зеркальные буквы для переученных левшей не редкость, когда они пишут в состоянии стресса или возбуждения. Вы знаете, что Марковых 84-го года рождения в Москве почти полсотни. Здрасте. Я уже ухожу. Пока мы нужного найдем, пройдут годы. Еще скажи века. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Копии завещания в квартире Давыдовой не нашли. Возможно, она уже отдала ее наследнику. Получается, Маркову была выгодна смерть Давыдовой? Учитывая то, что Давыдова переписывала завещание по сто раз, да, ему нужно было поторопиться. Ну, что никто не видел Марковой, если он приходил к старушке? В доме осталась еще одна соседка. Не выехала. А мы ее в прошлый раз не застали. Надо к ней съездить. Я смотрю, работа кипит? Да, только что был графолог, сейчас собираемся поехать еще раз поговорить с соседкой Давыдовой. Все вместе собираетесь поехать? В пятницу к соседке. А тебя, Демин Самойлов, просил зайти. А товарищ Швец расскажет мне про графолога. А я, Демин Самаялов. Ну что, капитан, что сказал наш графолог? Да кому мы, старухи, нужны, а Илонка тем более? Вот только разве скорая к ней неделю назад приезжала, Ирка вызвала? Так я думала, Илонку в психушку наконец забрали. Почему? Да дурка по ней плачет уже давно, как мужа ее убили 35 лет назад вот тут в подъезде, так она головой и поехала, пила, детям своим житья не давала, вечные ее эти истерики, и в этот раз тоже, как начала кричать, когда врачи к ней пришли. Ну будь то ее реже, честное слово. В общем, никого кроме детей и врачей вы у Давыдова не видели. Ни-а, я домой могу идти? Да, конечно. Все. Спасибо. Алло. У Давыдова 35 лет назад убили мужа. Я поеду в архив, попробую найти это дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подожди, Кекс. Оступился, ударился головой. Несчастный случай? Крови слишком мало. Скорее, сердечный приступ. То есть, вначале умер, а потом произошло падение. Время смерти? Точно сказать не могу. В районе трех часов ночи. Товарищи, расходимся по квартирам. Нечего тут смотреть. Подожди. Товарищи, скажите, а кто-нибудь видел Давыдова этой ночью? Ну, я видел. Правда, не совсем ночью. Скорее, вечером. Он к Степченко приходил. Он там, на первом. Покажете? Товарищи, постойте здесь, а? Вас позовут, если понадобится. Анатолий Михалыч, зайдите, пожалуйста. Толь, что с ним? Похоже, та же история. Сердце. Видно, пили с Давыдовым вместе, возможно, алкоголь паленый. Ну, коньяк-то дорогущий. Вряд ли паленый. Позови мне соседа, который самый шустрый. Ёшкин кот. Что вы можете сказать про этих товарищей? Часто они употребляли? Ну, это употреблял только Степченко. Давыдов, он нормальный уважаемый мужик, инженер метростроевский. Я пьяным его никогда не видел. А что ж, ваш нормальный мужик решил ни с того ни с сего выпить с алкашом? Откуда у Степченко такой дорогой пеньяк? Так эту бутылку Володька-то ему и принес. Я ее видел у него, он заходил сюда вчера. Ну, а выпить решил, видимо, потому что состояние у него было такое сложное. С ним тут история вышла, жена с соседкой застукала, Леркой Марковой. Шуму было, это весь подъезд слышал. Володька, ты что наделал-то? С ней? С Леркой? Скулыка. Тварь, проститутка, а? Ну-ка, прекрати, я сказал. Ты сволочь, а? Сволочь, я тебе всю карьеру испорчу. Я в портком пойду. Я там все расскажу, чтобы тебе не помаза там было. Все, пойдем домой. Не смазняй, не мужик. Вот, оставляй свои ключи у соседей. Пролоута в больнице, а эти в ее квартире. Проститутка! Стыдоба! Да нет у них стыда-то! На уме он! Одно только! Успокойся, приведи себя в порядок, а то детей напугаешь. Чтоб не смел к детям прикасаться по тоску и пущу после чужой постели. Иди ко мне, а я за детьми присмотрю. Иди. Когда это было? Да вот два дня назад. А что было потом? А ничего, побузили, успокоились. Ну куда Илонка без Володьки-то с двумя детьми? А эти Марковы? Живут хоть и бездетные, что-то их задержат. Кто их поймет? Чужая семья, это потемки. Мне надо поговорить за Давыдовой. А к ней сейчас скорая приехала, только что я, пока я там на лестнице стоял. Алка Гусева, говорит, укол сделали. Илонка не в себе. Думаю, сейчас вряд ли что-то путное скажет. У Давыдова и Степченко в крови обнаружили алкоголь. Выпили неприлично. Но спиртное тут ни при чем. Вот это новость. А что тогда? А вот смотри. Талий? Он и стал причиной смерти. А где можно было раздобыть талий? Его же не так просто достать. На бутылке от коньяка, отпечатке Давыдова и еще одного человека. Но не Степченко. То есть их было трое. Надо расспросить у жены Давыдова, откуда у простого инженера взялась такая дорогая бутылка коньяка. Ну не сам же он ее себе купил. Почему вы спрашиваете про этот коньяк? В крови вашего мужа найден талий, высокотоксичное вещество. Что это значит? Яд? Вы считаете, в коньяк подсыпали яд и Володю отравили? Кто? Зачем? Каким образом? Илона Геннадьевна, откуда у вас взялась эта бутылка? Почему вы молчите? Вы считаете, талий был подмешан в коньяк? Я этого не исключаю. Итак? Володя в тот вечер позвонил с работы. Сказал, чтоб дома не ждали. У них там авария. Устранить надо все к утру. Обычно он с собакой гулял, а тут мне пришлось. Кекс, ко мне! Кекс, ко мне! Кекс, ко мне! Домой вернулись. Я детей уложила. И смотрю, кекс так и сидит. У дверей в прихожей и не отходит. Он обычно у детей спит. И чувствую, у меня как-то прям неспокойно стало. Все внутри прям переворачивается. Но решила, поднимусь еще раз в фроловской квартире. Угу. 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 Что ж там может быть? Ну что за ерунда? Да говорю тебе, я и слышала звуки. И кекс туда тянул, и скулил. Давай, бери ключи. Пойдем проверим. Вдруг воры. Ладно, сейчас. Нет ключей. В коридоре лежали, а теперь нет. Давай Лера вернется, я спрошу, может она переложила куда-нибудь? А где она? К сестре поехала. Завтра вернется. Ну, пойдем тогда просто послушаем. Вдруг в лес кто? Тогда милицию надо вызывать. Ты смеешься? Что там брать у Фроловой? Да мало ли. Давай, Сереж, живее. Чего это сердце неладное? Ничего не слышно. Никого там нет. Илана, я спать. Я с дежурства устал. Ну, иди. Я с тебя разберусь. Тоже мы мужики пошли. Хекс, отойди. Сначала детям, потом тебе. Хекс, отойди. Сначала детям, потом тебе. Илана. Илана, а коньяк, бутылка, когда появилась? А, да. Бутылка эта злополучная. Да ее Сергей вечером принес. Пришел, так сказать, обсудить ситуацию. Я тебя не оставлю и детей не брошу. Слышишь? Слышишь? И с Лерой у меня все. Илон, ну ты прости меня. Ну, слышь, прости. Слышишь? Надо поговорить, решить, что ли, как жить дальше. Может, сначала выпьем, так сказать, для храбрости? Слышишь? В общем, я решил так. Мы с Лерой обменяем квартиру и переедем. Ну, а ты даешь слово, что больше никогда не встретишься с моей женой. Обещаю. Может, теперь-то выпьем, а? Как-то перехотелось. Да и дежурство завтра. Вот Сергей ушел. Мы с Володей сели вдвоем. Все обсудили. Ну, тяжело, конечно, было. И ему, и мне. Ну, а что делать? Жизнь есть жизнь. Потом у нас все-таки дети. А потом ваш муж пил коньяк, который принес Сергей? Ну, точно не знаю. Не помню. Там все на нервах были. Знаю точно, что в рюмку наливал, а вот выпил ли. А бутылка была уже открыта, когда ее принес Марков? Да. Вот это точно. Сергей Алексеевич, где вы взяли бутылку коньяка, которую потом принесли Давыдову? Это подарок от пациента. Но когда вам ее подарили, она, наверное, не была открыта? Нет, конечно. А к Давыдову вы уже пришли с початой бутылкой. И что? Мы с женой выпили немного на седьмое ноября. Я же не дарить пришел этот коньяк, а так для беседы. Сережа! А я думаю, с кем это ты разговариваешь? Это из милиции. По поводу смерти Владимира. А мой муж тут при чем? С какой стати вы его допрашиваете? С такой стати, что у него был мотив. Не поняла. Все вы прекрасно поняли. А ваши связи с Давыдовым знает весь дом. Если бы каждый муж убивал любовника своей жены, на свете бы мужиков не осталось. И какие у вас есть доказательства? Доказательства будут. А сейчас мне хотелось бы узнать, откуда в бутылке коньяка, которую вы принесли Давыдову, оказался талий? Талий? Талий. Вещество такое, высокотоксичное. Вам ли не знать? Вы же доктор. Я не знаю, откуда он там оказался. Может быть вы в курсе? Нет. С чего вдруг? А почему вы отказались выпивать с Давыдовым? У меня на утро была назначена операция. Я хирург. Странно. А зачем вы тогда принесли коньяк? Я же вам объяснил, чтобы не с пустыми руками. Разрядить обстановку, что ли? Марков, конечно, размазняй тюфяк. Такое на убийство не пойдет, но это если голыми руками или ножом. А вот отравить втихую вполне. А если все-таки не он? А кто тогда? Жена Давыдова? Воспользовалась ситуацией и подлила талию в бутылку, когда ушел Сергей. Ну где она его взяла? Нет, ну это тоже сомнительно. На бутылке отпечатков Илона не обнаружено. И вы правы, откуда у учительницы младших классов талий? Тогда возвращаемся к первому варианту. Размазня Марков. Но снова вопрос Сталин. В больницах его не бывает. А где у нас работает Лера? Не знаю. Так узнай. Есть. Не открывают? Может дома никого нет? Как родила? Да нет, она должна быть дома. Илонка с утра себя плохо чувствовала, попросила меня детей к садик отвезти. Ну вот я зашла узнать, как она. Илона! А у вас ключ есть? Да. Ну как-то неудобно. Сейчас не до соревнований. Давайте ключ. Илонка! 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 Убили! Ну, что это такое? Я в твои годы по ночам на свидание бегала, а ты тут сидишь в старье копошишься, а? Да. Жизнь, да вон она, здесь, в настоящем. Так годы пройдут, и не заметишь. Иногда нужно покопаться в прошлом, чтобы понять настоящее. Ой, как рассудительно. Дай-ка я у тебя тут выберусь. Не надо, Марья Петровна. Ой, какая неловкая. Не надо, я сама. Интересная женщина. Да на, господи. Ладно, сиди. Еле откачали вашу Давыдову. А жить будет? Надеюсь. Ага. И что это было? Яд какой? Сколько вопросов. Я же не господь бог, не экспертная комиссия. Хотел возвращать людей к жизни, а чем же она там траванулась? Пусть выясняют в лаборатории. А я могу поговорить с Давыдовой? Только вы там не слишком ее пытаетесь, чтобы нам опять не пришлось откачивать вашу Давыдову. Это вчера началось. Слабость. Голова как будто не своя. Тошнота. Я сначала думала нервы. У меня такое бывает. Поэтому вы попросили Аллу, чтобы она отвела детей в садик, да? Да. Я решила, посижу немного. Одна, в тишине. Она отпустит. С детьми особо не расслабишься. А тут все хуже и хуже. И как-то резко так. Я даже, даже скорую не успела вызвать. А как думаете, это меня кто-то отравить хотел, да? А вы кого-то подозреваете? Ну, может и нехорошо так говорить. Но я думаю, это Лерка виновата. Маркова. Обиду она на меня затаила еще когда Володька жив был. Ну, ведь вы все выяснили с ним еще до смерти Владимира, так? После того, как Сергей к нам приходил, Лера виделась с моим мужем. А откуда вы это знаете? Соседка сказала. Она их засекла. Говорит, слышала, как Лера просила Володю вернуться к ней. Но я тогда не выдержала и решила сама поговорить с этой гадиной. Выждала, когда Сережка на дежурство уйдет. И пришла. Что тебе надо? Ставь моего мужа в покое. У нас семья, дети. Он меня любит. Ясно тебе? А то, что он с тобой спутался, с кем не бывает. Только ты ему не нужна. И чтобы духу твоего рядом с ним не было. Поняла? Чего же ты так беспокоишься, если вы любите друг друга? А может, все не так? Может, ты пытаешься держать его у своей юбки, как телка бесхребетного. Хватаешься изо всех сил, потому что ему на тебя наплевать. И тебе об этом судить, тварь бесстыжая. Чтоб не смело больше подходить к моему мужу. Может, я и бесстыжа, зато они оба меня любят. А тебе какая радость твоей святости? Любят. Любят ту, с которой живут. А Володя к тебе никогда не уйдет. Он всегда будет со мной и с детьми. Хрен ты его получил! Что, плохо? Только этого мне не хватало-то! Сейчас, сейчас. Что? И что было дальше? Я еле выползла и от нее в груди все сдавила. Никакая домой пришла. Володя с работы вернулся. Сразу понял, что-то не так. Но я ему все рассказала, все как было. И Володьку своего знаю. Он совестливый. Он, если по-людски с ней не поговорит, он себя изведет, меня. Но я и отправила его к ней. Значит, получается, что Владимир пришел к Марковой чуть ли не по вашей инициативе? То есть, он пришел к Лере, чтобы поговорить с ней напоследок? Уже с коньяком? Это я во всем виновата. Если бы он дома остался, он бы жив был сейчас. Скажите, пожалуйста, а почему вы не беспокоились, когда он ночью не возвращался домой? Да, я подумала, он прогуляться пошел после разговора с Леркой. Но его не надо дергать, когда он переживает. Потом я уснула. Еще успокоительно это выпила. Дура. Ну? Не надо вы. Не вините себя, пожалуйста. Коньяк он мог и дома выпить. Здравствуйте. А вы не подскажете, когда можно Марковых застать дома? Мне, собственно говоря, Лера нужна. Но я вот звоню, стучу, но никто не открывает. Не знаю я, где эта гадина шарахается. А лучше бы вообще она не возвращалась. Все беды только от нее. Две смерти в подъезде, дети без отца, а и лонка в больнице. А все из-за этой... А почему вы считаете, что во всем виновата именно Лера? Люди, к сожалению, часто изменяют друг другу. Люди-то, может, изменяют. Только потом придут с повинной, так, мол, и так. И живут себе дальше мирно. А эта тварь, что устроила, решила усидеть на двух стульях? Ясно. Скажите, а вы правда слышали какой-то разговор между Марковой и Давыдовым, ну, уже после скандала на лестнице? Да. Слышала. Своими ушами. Володька возвращался с работы. Володенька! Мне нужно тебе что-то сказать. Лер, не надо. Это важно. Лерочка, я уже все решил. У меня семья, дети. У нас маленький будет, Володь. Что? Я беременна. Ты что говоришь? Лер, ты уверена, что это от меня? Конечно. Мы с Сережей не спим давно. Это тварь, я... Ну, не могу я сейчас Илону оставить. Понимаешь, неправильно это. Да и должность мне должны дать. Не могу я разводиться. Должность? Ну, так случилось, понимаешь? Это надо как-то решать. Сама знаешь как, не маленькая. Решать? Решить? Значит, все, что ты говорил про нас, что хочешь вместе, это... Это все вранье? Вранье? Лера, пойдем домой, а? Неудобно, люди смотрят. Пусти! И вы дословно передали Илоне их разговор? Да. Ну, про беременность я только промолчала. Хотя, может, и зря. Ну, шумом, конечно, поднялось тогда на весь подъезд. Ну, может, Володька был бы жив. Побоялась бы тогда эта гадина его убивать. Гадина, вы считаете Лера, да? Конечно. Она не смогла простить Володьку, что он не ушел от жены. Вот и убила его. Это ясное дело. О, явилась гадина? Это вы мне? Тебе-тебе, тварь. Здравствуйте. О, очень... Мне нужно задать вам пару вопросов. Можем поговорить? Да. Мои соседи у нас просто в курсе всех дел. Мне иногда кажется, что они про меня знают гораздо больше, чем я сама про себя. Вот поэтому я их и не люблю. Лучше бы свою жизнь обсуждали. То есть это не правда? Вы не беременны, да? Правда. Я жду ребенка. Но это только мое дело. Никого это не касается. Учитывая смерть Давыдова, это касается теперь не только вас. Да, я попросила его уйти от Илона. А он предложил мне сделать аборт. И вы не смогли его простить, да? Вы о чем? Вы считаете меня виноватой в его смерти? Да, какая глупость. Да, он сделал мне очень больно. Но в этот же вечер я поняла, что я была влюблена в какого-то другого придуманного Володя. Он мне казался таким мужественным, таким сильным, порядочным. А он оказался трус. А вот мой муж наоборот. Добрый, великодушный. И поэтому, когда Володя снова ко мне пришел, я... Подождите, он приходил еще раз? Да. Что ты хочешь? Поговорить. Ты мне уже все сказал. Не трогай меня. Я хотел... Я знаю, что ты хотел. Я поговорила с Сережей. Я все ему рассказала о ребенке. Он будет растить его как родного. А тебя я даже видеть не хочу. Ты понял? Уходи. О, здорово. Соседи. Павыч, трешку не отолзишь, а? Вот так надо, а? А я потом всего до копеечки, а? Да нет у меня, Мишань, трешки. Миш, держи место трешки. Когда я отказывался, вот только с тобой. Давай помогу. Вот и все. Больше я его не видела. А бутылка, вы прикасались к ней? Нет, конечно. Да я бы даже на нее внимания не обратила, если бы не пришел сосед от Степченко. Вы как раз вовремя, Светлана Леонидовна. Тут у нас экспертиза пришла. Что у вас там? Эксперты нашли в крови Илоны Давыдовой все тот же талий. Интересно. Получается, что убийца хотел отравить обоих Давыдовых, а Степченко стал случайной жертвой? Похоже на то. На Илона сказала, что не пила коньяк, но пила лекарство, которое ей принесла Лера. То есть предположительно, Маркова подлила талий в лекарство. Я вот одного не пойму, почему на Владимира яд подействовал так быстро, а на Илона на следующий день. Ну, вообще-то, это очень просто. В коньяке и в лекарстве могла быть разная концентрация талии, ну что, скорее всего. Во-вторых, яд с алкоголем действует быстрее, ну и, в-третьих, разные организмы. Вообще-то, сам мог догадаться. А ты, кстати, выяснил, где Маркова работает? Так точно, в химико-аналитической лаборатории, не и геологии, лаборантам. Вот вам и талий. Что это? Спокойно. Мой сотрудник ездил к вам на работу. И ваша коллега подтвердила, что вы брали в лаборатории раствор клей речи. Это ничего не доказывает. Я не для себя брала. А для кого? Для Давыдовых? Нет. Для соседки, для крыс травить. А для какой именно? Фролова Анна Петровна. А почему же баночка здесь? Я не знаю, как здесь оказалась эта банка стали. Я ее сюда не приносила. Отрицанием вы ничего не добьетесь. И не надейтесь, что в суде вас оправдают, учитывая вашу беременность. Вы убили двух человек. Нет. Своего любовника и соседа Степченко. И даже если Степченко окажется случайной жертвой, все равно вину это не отменяет. И потом, вы пытались отравить Илону? Нет, нет. Я ничего этого не делала. Гражданка Маркова, не будьте дурочкой. На банке с талием найдены ваши отпечатки. Только ваши. И никаких больше. То есть, с бутылки вы додумались тереть пальчики, а про спрятанную баночку забыли, верно? Нет, я... Оставьте мою жену в покое. Лера ни в чем не виновата. Это я подмешал талии в бутылку с книгу. Где вы взяли яд? В квартире Фроловой. У нас же был сопоставной ключ. Я знал, что Лера принесла ей талии для травли крыс. Но там его и взял. Потом добавил в бутылку. Лера ничего не подозревала. Долго вы вынашивали этот план? Нет. Я это решил после скандала. На лестнице. Что скажешь? Наверное, жду объяснений от тебя. А... Объяснений? Что ты хочешь от меня услышать? Да. Я его люблю. И мы давно с ним спим вместе. Ты этого хотела? Ну, почему ты молчишь? Ну, скажи что-нибудь. Ну, почему ты молчишь? Ну, сделай что-нибудь. Ну, наори, ударь! Тряпка. Я понял, что Лера уйдет к Давыдову, если тот останется жив. И решили отравить соперника. Просто шекспировская драма какая-то. Нормальная драма. Человеческая. В общем, я налил раствор клеречи в коньяк и пошел к Давыдову. Илоны не пьют. Я это знал. Поэтому не боялся, что она тоже отравится. А как же вы тогда объясните наличие талия в организме илона? Я использовал стакан для приготовления раствора. Вероятно, по нелепому истечению обстоятельств после этого Лера в тот же стакан налила лекарство Илоне. Зачем вы это делаете, Сергей, а? Она же вас предала. Поступила подло. Я люблю ее. Детки, в школу просыпайтесь. Петушок пропел давно. Видимо, очень интересное было дело. Кстати, да. Я кое-что интересное нашла насчет этого Владимира Маркова. У Владимира Давыдова был внебрачный ребенок от соседки по подъезду Валерии Марковой. Вот как? Так что этот наследник скорее всего единокровный брат детей давали. А, то есть поэтому ты меня ночью зернула? Я по делу. Срочно надо было найти Владимира Маркова, мать которого зовут Валерия Маркова. Я этим занимался всю ночь. Нашел? Нет. И это самое обидное, потому что ночь зря прошла. Ну и что теперь будем делать, милая Львовна? Тупик. Больше никого нет, кто бы общался с Давыдовой в последнее время. Скорая. За день до написания завещания к Давыдовой приезжала скорая. Может, нам поговорить с врачом? Помню эту старушку. Странная такая. Чем именно? А у нее помутение случилось. Как только меня увидела, стала Володе называть. А я-то Владислав. Но потом дочка объяснила, что это ее умерший супруг Володя. Ну, видимо, она меня с ним перепутала. Деменция. Клиника налицо. Я тогда, кстати, предлагал психушку вызвать, но сами понимаете, мы туда не возим, нужна спецбригада. И что же? Дочка отказалась, сказала справиться сама. Наверное, правильно. Не самое приятное место. Больше к Давыдову вы не приезжали. Я точно нет. Может быть, какая-то другая бригада, я не знаю. Что-то случилось? Давыдова умерла. При странных обстоятельствах. Вот мы пытаемся узнать, что на самом деле с ней случилось. Ясно. Извините, у меня смена, надо еще срочно с коллегой переговорить. Хорошо? Колян, ну что там по поводу последнего возраста кого-то послали? А? Заметила? Да, он был какой-то нервный. Молодец. Сечешь. А вы больше ничего не заметили? Он вам никого не напоминает? Пойдемте. И так, барабанная дробь. В общем, наш врач скорой помощи по фамилии Тихвин сын некой Валерии Тихвиной, в прошлом Марковой. Фамилию Маркова поменяла после того, как ее мужа Сергея судили на 15 лет за убийство Владимира Давыдова. Надо прощупать эту Тихвину. Подождите, вы думаете, что Валерия убила Илону? Так ведь 35 лет прошло. Женская месть, девочка, способна жить очень долго. Что, вот этот дом, даже вот этот подъезд. Добрый день, Валерия Михайловна. Здравствуй, Людочка. Пойдем? Сейчас. Валерия Михайловна? Это удивительное, необъяснимое стечение обстоятельств или судьба. чтобы Влад именно к ней поехал на вызов. Я уже тогда поняла, что Илонг отравила Володю. Володя. И мне этот злосчастный раствор подсунула. не во мне твоя проблема, не во мне твоя проблема, а в тебе. Ты его не любишь, поэтому так мучаешься. он мой муж. Он мой муж. А что там между нами, это тебя не касается. Он будет со мной. и он мой. Ну, тихо, тихо. Плохо мне. Тяжело. Володька гадостей наговорила. Еще ты тут. Ой, что плохо? Подожди. 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 У меня есть велокордина. Сейчас. Я думаю, тогда Илонга подлила талии в майонезную банку. Долго вы жили со своей обидой, Валерина Михайловна. Пыталась забыть. Думала, простила. А когда Влад рассказал про этот вызов, вспомнила, всколыхнулось все. Решили отомстить? Справедливость захотела восстановить. Приехала я по этому адресу. Захожу в подъезд. У меня холодом так все и отдало. Я эту банку майонезную специально захватила, чтобы напомнить ей все. Звоню я. Открывает дверь Илона. Страшная такая. Я эту майонезную банку ей в лицо сунула. Помнишь, говорю? Она задрожала вся. Руки трясутся. Слезы текут. Она и выложила мне все. А что конкретно она вам рассказала? Ну что? Теперь то выпьем, так сказать, за перемирие. Перехотелось как-то. Постели меня в гостиной. Неправильно этот, Володь. Дети нас не поймут. Мы все-таки муж и жена с тобой вместе спать должны. Я никому ничего не должен. Тем более спать с тобой. Ты посмотри, на кого ты стала похожа. Обабилась совсем. Я тебя как мужчина не хочу. Запомни, я здесь не из-за тебя, а из-за детей. Анна Петровна, сто лет вас не видела. Да, Илоночка, вот все по больницам. Как просила докторов, чтоб домой отпустили, не отпускают. А ты чего не в школе? Отгул взяла. Вам помочь? Давайте я сумку в квартиру отнесу. Да мне неудобно. Да ладно вам, Анна Петровна, мы же соседи. Соседи. Ой. Что, плохо? Дышать. Дышать. Плохо. У меня есть велокордин. Сейчас. Простите. Да. Иду, иду, иди, иди. А? Аoles, иди. Сейчас ты поправишься, всё будет хорошо. Нам, нам просто всем это нужно пережить. Раз, два, три. Привет. Сергей сегодня на дежурстве. И что? Она одна. Иди к ней. Не понял. Так дальше жить нельзя, Володя. У меня больше нет сил. Если ты хочешь уйти, уходи. Мне ты такой не нужен. На вот. Возьми. И хорошо с пустыми руками идти. Посидите с ней, поговорите, всё обсудите между собой. Ну да, да. Я надеялась, что вы вместе умрёте. А все решат, что это самоубийство. Трагично, но романтично. Виталий-то был в твоей квартире. Не в моей. Я вроде чистенькая. Сейчас ты напишешь признание, что убила своего мужа и хотела отравить меня. А если не напишу? А мне терять нечего. Справлюсь легко. Отравлю. Даже пикнуть не успеешь. Развалина старая. Неужели она писала? Как миленькая. Писала и смотрела на эту банку. И дрожала, как хорёк испуганный. А после вы её всё-таки отравили? Нет, конечно. Ещё чего? Пожалела это ничтожество. Да и в банке никакого талия не было. Где ж я его теперь возьму? Валерия Михайловна, а бутылку с коньяком вы Давыдовой принесли? Вот ещё. Ей майонезной банки хватит. На моём смерти Давыдова и у обоих Тихвиных алиби. Они летели в Казань. Там похоронен Сергей Марков. К тому же их рейс задержали. Они три часа просидели в аэропорту. Поэтому они никак не могли отравить Давыдова. Напрямую не могли. Надо вести до самоубийства вполне. После визита Тихвиной Илона в состоянии нервного срыва. Идёт в магазин. И покупает, возможно, на последние скопленные деньги. Бутылку коньяка. Кстати, той же марки, которую 35 лет назад принёс Сергей Давыдовым. Вот. Выпила, приняла горсть таблеток и всё. Вот и мотив предсмертной записки ясен. Чувство вины. А, кстати, дочь Давыдовой подтвердила, что Илона была переученной левшой. Так что графолог был прав. Всё понятно. Закрываем дело, передаём в суд. А отпечаток на блистере? Он же вообще никак не вписывается в картину самоубийства. Мила, мне вам напомнить, что отпечаток был едва различим. Он мог быть чей угодно. Провизора, фармацевта в аптеке. А завещание? Копия завещания, которая исчезла из квартиры. Я смотрю, у нас тут оппозиция образовалась. Что ж, если вы считаете, что был кто-то ещё, ищите. У вас сутки. Через двадцать четыре часа я закрываю дело. Она покупала у вас в магазине дорогой коньяк. Она не часто у нас в Абольке таким алкоголем балуется. Спасибо. Смотрите, фолиевая кислота. И что, я должен понять? Какой-то секретный шифр. Фолиевая кислота в квартире Давыдовой. Она беременна. Что ж вы так испугались, Оксана? Вы ведь принимаете фолиевую кислоту? Да, и что? Так это вы рассыпали таблетки в квартире Давыдовой, так? Ну, разве это преступление? Мы с Сашей пришли к старухе неделю назад. Он хотел упросить мать, чтобы она переписала квартиру на него. Нам нужно жилье, ведь скоро маленький. Она так стала кричать, мол, Ирка хотя бы продукты приносит, а ты ничего для матери не делаешь. А то, что Саша столько лет жил с ней, кормил, лечил, это вообще ничего не значит. Дальше. Ну, я не выдержала, я вскочила, а ремешок сумки зацепился за ручку двери, и лекарство выпало, и я не стала уже его поднимать. И да, я рада, что она умерла. Она всех только мучила. Но я к ее смерти не имею отношения, Саша, тоже. Почему вы соврали? Что никогда не видели мать Александра? Ну, так вы же и так к Сашу подозревали, вы задавали все эти вопросы, но я же все поняла. А если бы я вам про эту ссору рассказала? Ну, это же вообще... У нас на нее ничего нет. Только отпечаток на блистере идут не четкие. Оксана. Саша, ознакомьтесь с протоколом допроса. Угу. Если вас все устраивает, вот здесь фамилия, имя, отчество, число и подпись. Оксана, вы левша? Но за Илону писали правой рукой. Пытались подделать ее почерк. Думали, что она правша, да? Так... Она правша, я видела. Будем считать это признанием. Я ничего такого не делала. Давыдова от природы была левшой. Только переученной. Но вы же об этом не знали, да? Мы внимательно изучили настоящий почерк Давыдовой. Она никогда не писала букву Я зеркально. В прощальной записке, которую вы написали от имени Илоны. Вы допустили ошибку, написали букву Я в обратную сторону. Видимо, торопились. Нервничали. Ну что, Оксана Игоревна, может, расскажете нам теперь, как все было на самом деле? Я... Я увидела старуху в магазине, она покупала коньяк. Я еще удивилась, что это она собралась отмечать. Я подошла к ней и старалась быть вежливой. Я спросила, что да как, а старая корга в ответ мне буркнула, что она празднует день рождения мужа. И тогда я решила, может быть, я зайду к ней после работы, и она подобреет после рюмашки. Достали вы меня с этой квартирой. Слетелись, как вороны. Только ждете моей смерти. Да вот вам. Ничего не получите. Ни Ирка, ни Сашка. Ясно? Ясно? Отписала я квартирку-то. И кому же? А это потом узнаете. Когда я ему сообщу. И он с документами заявится. Сейчас. А. Вот. Копия завещания. А вам с Сашкой. Шиш. Я так поняла, что... Но этот... Из завещания он же не знает о наследстве? Ведь в копии не было ни паспортных данных. Ни его адреса. Хе-хе-хе. Все ясно? Так что ты бросай этого нищеброда Сашку. Ищи себе жениха побогаче. Кхе-хе-хе. Кхе-хе. Что за? Сердце. Кхе-хе-хе. Кхе-хе-хе. Таблетки. Таблетки. Кхе-хе. Нет, это... Это снотворная дура. Это не то. Таблетки. Ну что ты там возишься? Быстрей! Кхе-хе. 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 К餐 valores. Кахтpo. К ! Кам-хе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...